Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики Укрлайф ТВ, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. Вместе с нами сегодня известный украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, зрители. Друзья, напоминаю, если еще не подписаны на Укрлайф ТВ, пожалуйста, подпишитесь и лайк этому видео поставьте. Андрей Владимирович, я предлагаю наш сегодняшний разговор начать с обсуждения тех заявлений, которые прозвучали из уст Владимира Путина во время заседания Валдайского клуба. Если нейтралитета Украины не будет, то трудно будет представить какие-то добрососедские отношения между Россией и Украиной, заявил Путин. По его словам, Россия признавала ранее границы Украины 1991 года, учитывая ее нейтральный статус. Что касается желания Украины вступить в НАТО, Путин заявил, что мы так не договаривались. По его словам, Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе хотела Киева, а на базе Стамбула и реалий сегодняшнего дня. Путин также заявил, что это не должно быть перемирие на полчаса или полгода, чтобы Киеву подвезли снаряды. Также Путин утверждает, что Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования. При этом Путин дал понять, что может объявить об аннексии новых украинских регионов. И заявил, что новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России. С одной стороны, Андрей Владимирович, практически ничего нового мы не услышали. Но с другой стороны, эти заявления прозвучали уже после того, как весь мир узнал, что Дональд Трамп победил на выборах президента США. Ну, тут Дугин высказался в Твиттере насчет того, что это победа. А еще был ряд заявлений Путина на Валдайском форуме относительно нового мирового порядка и так далее. Ну, и торжествующего Путина. И, собственно, та формула мирного урегулирования, которую он предлагает, она по-прежнему носит, скорее, характер ультиматума в духе такой, что наше, то уже наше, а о вашем поговорим. И, естественно, это оставляет очень мало пространства для какого-то компромисса. Понятно, что ключевой момент – это пункт о членстве Украины в НАТО, абсолютно неприемлемым и для России. И то, что мы видим за океаном, окружение Трампа уже говорит о том, что, скажем так, просачивающаяся информация о том, что отложить это на 20 лет. А 20 лет – это гигантский срок. Ну, можно, собственно, отмотать и на 20 лет назад. Многие уже и не помнят, что тогда дети успели вырасти за этот срок. И многое в мире может измениться. И на этом же Валдайском форуме Путин говорит о том, что предстоящие 20 лет будут сложными. Ну, это более-менее, скажем, разумный подход, позволяющий одной стороне сохранить лицо, другой стороне заявить о том, что мы добились одной из целей специальной военной операции «Читай войны». Ну, и, естественно, в этом контексте пока я не вижу, что есть какая-то Путин. Да, Путин, очевидно, ждет предложений от хозяина Белого дома, который вступит в свои права 20 января и рассчитывает на такое кардинальное изменение американской политики, в том числе и в Европе. Но поживем увидим. Пока это информационные волны. Пока на уровне действий, к сожалению, очень многие воспринялись такой нескрываемой надеждой и оптимизмом победу Трампа, что победа Трампа отнюдь не означает окончание войны. А и выступление Путина, оно очень наглядно показывает, что пока ожидания того, что вот-вот это все прекратится, они являются несколько завышенными. По поводу тех или иных надежд, которые связаны с победой Дональда Трампа на выборах президента США, британское издание The Economist пишет о том, что Зеленский может приветствовать победу Трампа из-за глубокого разочарования в Байдене. По данным британских журналистов, многие высокопоставленные украинские чиновники надеялись на победу Трампа. Столкнувшись с выбором между продолжением минимальной поддержки или президентом Джокером, который разорвет правила и почти наверняка сократит помощь, они были готовы рискнуть. В частном порядке окружение Зеленского говорит о слабости и лицемерии администрации Байдена, которая боится эскалации с Россией и задерживает даже обещанные пакеты помощи. Однако победа Трампа может предложить Зеленскому выход из того, что выглядит как кровавый тупик в лучшем случае, а поражение в худшем. Знаете, капитана очевидность. Только год назад за подобные размышления на меня наклеивали ярнуки о том, что я там какие-то продвигаю пророссийские нарративы. Когда я говорим о том, что политика Байдена, мягко говоря, очень странная, потому что это не стратегия, это приведет нас к провалу. Ну, а теперь об этом заговорили, я думаю, будут еще громче говорить о том, что политика Байдена была слабой. И это так. И я скажу больше, победила бы Камала Харрис для Кремля, это был бы более удобный визави, поскольку вполне просчитываемо, все вполне ожидаемо, и точно у команды Харрис Украина не была бы приоритетом. Так, анализируя тоже ее публичные выступления во время избирательной кампании, но явно война в Украине, эта тема была байденовской. А новый президент от демократов бы, ну, вряд ли бы с таким же, столь же последовательно бы вел политику по Украине. Скорее всего, постепенно, постепенно, плавно военная и финансовая помощь в Соединенных Штатах сворачивалась, перекладывая это время на плечи европейцев. Вот, да, Трамп действительно может и удивить, но я боюсь в том, что политика, внешняя политика Трампа, она будет, ну, Трамп в посудной лавке, учитывая, вот, скажем, обратите внимание, Трамп еще ничего не сделал, а евро уже просил. И акции «Газпрома» выросли. Еще ничего не сделал, но вот это вот... А некоторые миллиардеры стали еще богаче. Да, вот это, да, и биткоин взлетел. Сколько там потратил Маск на компанию Трампа? Там, говорят, несколько сот миллионов, но его состояние увеличилось на 26 миллиардов. Вот как раз. Вот это сила информационного воздействия. Ну, и увы, это реалии нынешнего мира, где, скажем, нематериальные факторы, они иногда оказываются весомее каких-то материальных вещей. Поэтому ждем, ждем от того, что будет делать новая администрация. Хлопнет ли дверью Байден, это тоже. Ну, судя по его такой примирительной риторике, о том, что передача власти пройдет мирно и так далее. Ну, собственно, если были какие-то ожидания насчет приглашения Украины в НАТО, а некоторые супероптимисты считали, что и дальнобойное оружие даст, нет, этого не будет. Байден уйдет. Некоторые депутаты Госдумы, кажется, вот Евгений Попов, представитель фракции «Единая Россия», говорят о том, что Трамп, а Трамп может дать дальнобойные ракеты. Может. Я говорю, именно в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, Конгресс США дал добро на поставки оружия в Украину. Но команда Обамы Байдена, а Байден тогда был одним из ключевых членов команды Обамы, фактически наложила оружейный эмбарго, неформальный оружейный эмбарго на поставки летального оружия. Ну, чтобы чего-то не случилось. Но именно при Трампе, по-моему, в 2017 году, если не изменяет память, в Украину пошло летальное оружие. Джевелины, стингеры, снайперские винтовки, артиллерийские радары. Ну, немного, но это был серьезный порог. Поэтому логика Трампа как бизнесмена, то есть я, как говорится, делаю предложение, если это предложение не принимается, то поступают противно. И да, там может открыть и ленд-лис. Ну, судя по заявлениям членов его команды, уже, как говорится, бесплатных ничтяков не будет. Это будут кредиты. Но подходить шаблоны эксериотипно к Трампу, это была бы большая ошибка. Это человек неожиданност. Человек, который способен преподносить сюрпризы, разрывать шаблоны, как бы там ни было. Но у нас очень часто воспринимают одномерно. Трамп очень непростая личность. И поверьте, он там способен будет удивить. Поэтому ждем. Ждем. И какие-то прогнозы можно будет делать, когда станет понятен формат его команды. Кто вместе с Байден, с Трампом зайдет в Белый дом. Ну, сегодня собственно, пошла информация о том, что главой аппарата станет Сьюзан Уайсли. Это уже умудренная опытом политический технолог. Ну, как она называет, политтехнолог. Называю вещи своими именами. Она руководит за последние в политике она более 40 лет. и начинала еще при Рейгане. Еще умудрилась проработать и при Рейгане. И в том числе последние 15 лет возглавляла целый ряд избирательных компаний. Ну, она с пропиской в Флориде, но очень опытный в политике человек. Такой. Старой школы. И впервые главой аппарата Белого дома назначена женщина. Но я знаю, что у политтехнологов есть разные специализации. Судя по всему, она политтехнолог-оргавик, организатор. То есть, ну, тот человек, который формирует, направляет работу команды, контролирует выполнение задач. А, видите, вот в таком качестве человек должен быть, ну, скажем, там у мужика должны быть стальные яйца. Ну, а если на такой позиции оказывается женщина, ну, это, знаете, жерезная леди. Посмотрим, как все пойдет. Потому что в первую каденцию у Трампа постоянно шла чехарда с руководителями аппарата Белого дома, причем уходили с обидой, потом рассказывали о том, что Трамп восторгается Гитлером, ну, это вообще, как говорится, нарушение всех правил политеза. То есть, налицо были кадровые ошибки. Кто станет главой Госдепартамента? Это очень важно. Ну, собственно, наиболее вероятная кандидатура это экс-посол Соединенных Штатов Германии Ричард Грайнелл. Это такой карьерный дипломат, открытый ей, что тоже рвет определенные шаблоны в хорошем смысле этого слова. Но он евроскептик. Он тот человек, который очень одобрительно отзывал, скажем так, восторгался евроскептиками. И понятно, что от такой новости у евробюрократов в Брюсселе волосы встают дыбу. Ну, другие варианты. Это Марк Рубио и Билл Хаггерти. Тот самый сенатор республиканец, который вопреки принятому уже республиканцами решению поддержки Украины голосовал против. Отсюда нетрудно предположить и сделать вывод, какие у них взгляды на войну в Украине. Ну, по крайней мере, даже Рубио и Гренов считают, что война зашла в тупик и ее надо останавливать. То есть, это у них общая позиция. Андрей Владимирович, по поводу Марка Рубио об этом пишет издание Захила и Политико. Эти, кстати, СМИ называют Марка Рубио наиболее вероятным кандидатом на должность госсекретаря США. Так вот, эти СМИ сообщают, что и в 2014, и в 2022 году он публично предлагал отключить российские банки от системы СВИХ. Да, ну, это же республиканцы. Республиканцы, в отличие от хитро сделанных демократов, они люди более прямолинейные и жесткие. и достаточно вспомнить, как там советская пресса в 80-м году, вот, когда был бойкот Олимпиады, там, вытирала ноги у слабого Картера, президента Соединенных Штатов Картера. Ну, он такой, он пацифист, баптист. Ну, а пришел Рейган, тоже. Смеялись. Актеришка за свою жизнь прочитал только одну книгу, это книга Библия, и так далее, а Рейган всех удивил. Ну, а дальше, ну, мы помним из урока в истории, что было дальше. Поэтому, скажем, республиканцы, они более, скажем, цельные, более принципиальные натуры, вот, как раз вот Трамп, вот, что его вытянуло в избирательной кампании, это как раз его органичность в противовес пластмассовой и пустой камане. То есть, это, естественно, с условной натяжкой, поскольку, то есть, политик, верящий в то, что он говорит, это очень большая редкость, но республиканцы все-таки более цельные в этом плане. и поэтому абсолютно верно подметили относительно Рубио, о том, что они как раз сторонники конкретных, то есть, если мы говорим, то мы делаем. Вот, и будет, конечно, интересно, то есть, с какими козырями пойдет, будет делать Трамп предложение Путину, от которого тот не сможет отказаться. Какой это козырь? Разморозит строительство Кейстоу, трансамериканского нефтепровода от Канады до Мексиканского залива, который заморозил Байден в первый день своего президентства. Вот это было бы очень символично. Андрей Владимирович Трамп, да, откроет экспорт нефти, то есть, выбросить большие запасы на мировой рынок и снизить цены. Об этом Трамп говорит уже откровенно. Это сильный козырь, поскольку высокие цены на нефть, с которыми ничего не смог сделать Байден, ни договориться с аудитами, ни со своей, как говорится, со стороны предпринять какие-то действия. И все это действительно позволяло Путину финансировать войну, обеспечивать социальную стабильность Российской Федерации и с оптимизмом смотреть в будущее. Ну, достаточно посмотреть вот Дайский форум, ну, у него так, в отличие от 22-го года он ведет себя куда увереннее. Андрей Владимирович, и все же, стоит ли ожидать каких-то серьезных подвижек в вопросе какого-то формата завершения, приостановления российско-украинской войны, позицию Зеленского по прекращению огня мы уже услышали в Венгрии, в Венгрии, а вот могут быть приняты какие-то решения до инаугурации Трампа, то есть до 20 января 2025 года? Нет, пока будут фонтанировать заявлениями, идеями, но хотя есть, есть определенная, скажем так, минимальная вероятность того, что что-то может там сопровождаться. Видите, как бы там ни было, массированных ракетных ударов по Украине, которые ожидали как раз к ноябрю до сих пор. Да, кошмарят каждую ночь шахедами, но вот этой массированной ракетной атаки, которую ожидали, там 300-400 ракет по Украине пока, но... Кабы как прилетали, так и прилетали. Да, Хальков, Запорожье, Хальков, Запорожье будут продолжать кошмарить, вот в этом никаких сомнений нет, но посмотрим, чем, как развернется ситуация на юге Донбасса. С Курахово там, по-моему, все безнадежно, а вот Покровск, это да, это то место, за которое придется упираться, поскольку падение может обвалить весь фронт и обернуться уже там потери остатков я имею в виду Славянско-Краматорскую агломерацию. Тревожно на Купинском направлении, там все очень непросто, мягко говоря, и что дальше делать с Курском. Он прозвучал, по-моему, Харебин говорил о том, что цели, показывал вариант. Политический аналитик Александр Харебин опирался на заявление Сырского по поводу происходящее в Курской области. Ну, это вполне разумно и логично, поскольку уже помните и в августе я говорил, что затягивание Курского сидения оно будет работать только против Украины, поскольку у нас явно все очень тяжело с резервами, с подготовленными резервами, поскольку как раз в Курской области оказались наиболее подготовленные и хорошо оснащенные части, которых критически не хватило как раз на юге Донбасса. Я не знаю, может быть, так это было задумано, но те, кто там грезил о том, что Курск это какой-то размен, но явно размен с Курском не получается и, судя по всему, Курскую операцию в ближайшее время придется сворачивать. Но главное не потерять еще территорию, поскольку, судя из выступления Путина, останавливаться они пока не намерены. Они намерены дожать. Дожать именно до условия того, что это будет выглядеть по сути, как капитуляцией Украины. Виктор Орбан говорит следующее, это премьер Венгрии, Трамп выведет США из войны в Украине, хотя это будет сложно. Американцы собираются выйти из этой войны, о Трампе много чего говорят, но есть одна вещь, в которой никто не сомневается, он ненавидит войну. В течение двух лет убеждали мир в том, что война и санкции это хорошо, а сторонники мира, они недалеко глядны. Внезапно менять направление будет непросто, это сложная, некомфортная и трудно разрешимая ситуация. И также Орбан полагает, что Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины, если Соединенные Штаты Америки прекратят свою поддержку. С последней частью заявления Орбана я абсолютно полностью санкласс, они Европа не сможет. Посмотрите на Германию. Кстати, не успели подбить итоги выборов США, считают, до сих пор, хотя она уже принципиально ничего не меняет. Трамп не просто победил, а победил, заполучил в монобольшинство и в Сенате, и в Хаусе. явно как посыпалась коалиция в Германии. И совершенно очевидно то, что с вероятностью, если не 100%, то процентов 80 Шольц получит вводу в недоверие в январе. А, соответственно, в марте Германию ждут выборы. И это как раз как Линдер, министр финансов, от свободно-демократической партии объяснил свое увольнение. Ну, опять Украина. Потому что я предлагал дать Тауруса, а Шольц рассказывает о том, что он был противником финансового дальнейшего финансирования и расходов Германии на Украину. Для Германии действительно аховая финансовая ситуация, поскольку в отличие от ситуации десятилетней давности, когда Германия имела колоссальный профицит, федерального бюджета. Сегодня говорят о дефиците. Эксперименты зеленый брут, эксперименты с альтернативной энергетикой, высокие цены на энергоносители. Сколько стоит тысячи кубометров газа в Германии? 80 тысяч евро. 8 тысяч евро. Это убийственная цена для экономики. Отсюда что мы видим? Закрытие химических производств. Даже культовый для Германии завод Volkswagen закрывается. Производство перебирается в Юго-Восточную Азию, в Соединенные Штаты Америки, что Германия. А германская экономика в этих условиях сыпется. Плюс колоссальные финансовые расходы на социалку, на поддержку. Иммигрантская тема. Как бы там ни было, но украинские беженцы лучше всего себя чувствуют именно в Германии. Давали и квартиры до недавнего времени. Вполне безбедно люди жили на социале. Многие, кстати, из Польши, потянулись именно в Германию, поскольку Польша начала раньше перекрывать кислород. Ну, идите, работайте, то есть нам нахлебники не нужны, хотя налог украинцы заплатили в Польше больше, чем Польша тратит на помощь украинским беженцам. Ну, как бы там ни было, но в Германии многие потянулись в Германию. И все это, естественно, накладывается на то, что довольно высокие цены для Бундесбергера на коммунальные услуги. Знаете, ну, когда ветра нет, тут же пиковая цена на электроэнергию подскакивает в восемь раз, естественно, немцы задаются вопросом, то есть, а ради чего мы терпим такие собственно, издержки. и вот в этой ситуации естественно это приведет к политическому повороту. И, ну, как традиционно вот еще в начале 90-х немцы объясняли, вот когда у нас экономика на подъеме, когда деньги льются рекой, мы голосуем за социал-демократом. Они справедливо распределяют заработанное. То есть, они умеют поддержать слабых, как говорится, повышая налоги для богатых. А вот когда экономика спотыкается, когда экономика входит в сагнацию, мы голосуем за правоцентристов, за христианских демократов. А вот они умеют стимулировать экономику. Они снижают налоги, они дают преференции бизнесу, и тогда экономика растет. Вот на таких качелях послевоенной Германии держалась ее политическая и экономическая системы. А сегодня все это, как мы видим, под большим знаком вопроса и, допустим, в коалиции с Шольцем, социал-демократом, которые хорошо любят делать деньги, делить деньги, которые любят их направлять на всевозможные социальные программы, находятся либертарианцы, классические либертарианцы, не наши зеленые, которые, как говорится, любой колпак на голову готовы были натянуть, в том числе либертарианские, коими они никогда не были, они просто были безидейными людьми абсолютно. А свободные демократы это классические либертарианцы и зеленые. Ну, в общем, что мы видим? Как итог выборов в Соединенных Штатах Америки светофор сломался. А что это означает для Украины? о чем мы говорим Орбан, о том, что Европа не потянет. Европа не потянет. А Германия, как бы там ни было, это самая мощная экономика Европы. Эквивалентная экономике как минимум 18 стран Евросоюза. Ну, отсюда делайте выводы. Но Орбан себя чувствует, естественно, королем из Брюсселя, то есть непослушного дитя, ужасного, как говорится, возмутителя спокойствия, он превратился в незаменимого коммуникатора между Брюсселем и Вашингтоном. Да, было же опасение, что он во время саммита внезапно включит Трампа по видеоконференции. Знаете, ну, как раз Орбан продемонстрировал потрясающий пример многовекторности. Наверное, это как должна была, наверное, вести себя Украину. Мы же не забываем, не только Трамп, а и товарищ Си за спиной у Орбана. Крупнейшие инвестиции в страны Евросоюза это инвестиции в Венгрию и Сербию. Это китайская дипломатия чековой книжки. Громадный завод по производству литиевых батарей, завод по производству автомобилей Би-Айди в Венгрии, в Венгрии, ну и естественно, там, где есть экономические проекты, там будет и политическая поддержка. Отсюда Орбан наверное чувствует себя так уверенно, как никогда за последнее десятилетие. Ну и у нас же привыкли тоже лепить ярлыки, путинист и так далее. это классический националист. Но его национализм и здоровое зерно, это экономический национализм. То, что хорошо для экономики Венгрии, то должно быть и ее политикой. Что Орбан успешно и демонстрирует. И как бы там ни было, Владимир Александрович, ну правда это форум европейского политического сообщества, но я думаю, что тональность по отношению к Венгрии у нас несколько изменится и скорее всего придется быть более чуткими к хотелкам Будапешта. Касающиеся гуманитарной образовательной политики, защиты прав украинских венгров, проживающих в Береговском и районе Закропатской области, ну я думаю, это скоро мы увидим. Хотя, ну как бы Зеленский прямо сказал, что без пункта НАТО соглашение не будет. Опираясь на риторику Зеленского, беря во внимание то, что мы уже услышали после того, как стало известно о победе Дональда Трампа, как будет меняться украинская стратегия? Ну нет, ну у нас уже началось традиционное, ну все побежали в обувный магазин, ну, как говорится, переобуться в полете, но это же наше все, ну то есть и уже заговорили его. Забыв, как еще неделю назад топили Захарис, ведь по большому счету наша вся грантаедская клиентела, она, это клиентела демократической партии, это все под патронотом демпартии. Другое, вот мне интересно, что, я не верю в том, что некоторые там говорят о том, что они там скоро от бескормицы помрут, нет, не помрут, тем более, что многие сидят на долгосрочных программах, а как бы там ни было, кто бы там ни был в Белом доме, пакты, Серванты, суд, договора должны уклоняться, то есть финансирование будет, ну, возможно, оно будет потихоньку сворачиваться, но от бескормицы они не умрут, и другое, то, что не устроят ли тут через местный саросят там проект антитрамп, партизанские отряды имени Павлика Морозова в Украине, то есть, ну, посмотрим, поживем, увидим. Поэтому политика, естественно, и взгляды, ну, под Трампа сейчас постараются подстроиться. Другое дело, ну, я думал, все-таки в 24 часа должны были выпустить и Дубинск. Как раз он оказался заложником вот этих сложных отношений между банковой и командой Трампа. Помните, визиты Джулиани и, как говорят, сначала была дана санкция на каминг-ауты Дубинского и Деркача. А потом, когда после победы Байдена отыграли назад и сделали крайними одного скрывающегося в России другого, находящегося у деда Лукьян. Это сложная история, которая будет отражаться на отношениях Киева и Вашингтона. Ибо, к сожалению, сюда добавились еще и факапы с конгрессвумен Викторией Спарц, которая, к слову, переизбралась в конгресс, она будет в конгрессе. А как раз следит Трампистов она была таким неформальным экспертом по Украине. Я не раз обращал внимание на это обстоятельство, о том, что это была величайшая глупость, поскольку очень многие республиканцы, они имеют очень смутное представление об Украине, то есть, и, соответственно, вынуждены, ну, будут сверять часы у того человека, который родился, вырос в Украине, который знает язык, и, естественно, все это будет сказываться на отношении к Киеву, ибо там существует убеждение неконвенциальности и недоговороспособности нынешних обитателей банков. Дорогие друзья, известный украинский политтехнолог Андрей Золотарев был вместе с нами на Укрлайф ТВ. Андрей Владимирович, спасибо вам за разговор, спасибо вам за содержательный эфир, благодарю наших зрителей, слушателей за ваше внимание, за то, что вы смотрите эфиры на нашем канале, если еще не подписаны на Укрлайф ТВ, пожалуйста, подпишитесь, лайк этому видео поставьте и самое главное это берегите себя, всего доброго, до свидания.